Здравствуйте, всем добрый день, не успел начать входить в версии 1.18, я уже про 1.19 разговариваю, но в этом весь я. Сегодня я поговорю про обновление 1.19, что возможно там будет, и мне кажется, что очень велика вероятность того, что я угадаю в этом ролике все же обновление 1.19, потому что вариантов на самом деле-то и немного. Не буду медлить, лайк поставьте, кстати говоря, и я начинаю, буду перечитать обновления, и обновления, которые возможно выйдут, подкреплять, разумеется, аргументами. Начнем с того, что мы в принципе знаем про 1.19, а знаем мы немного. Во-первых, мы знаем то, что это обновление точно представят на следующем Майнконе, который подойдет там осенью, там через несколько месяцев. И второе, что говорила Агнес, так это то, что все игроки ждут это обновление, хотят его и знают про него. Это самое важное, то, что эта идея, значит, лежит более-менее на поверхности. Запомним это. Это обновление, скорее всего, выйдет в 2022 году, так как оно, скорее всего, начнет выходить где-то зимой, либо в начале весны. Оно выйдет, мне кажется, где-то в июле. И будет не особо масштабным, потому что они вряд ли успеют, им надо 1.18 доделывать. У них и так сейчас проблем по горло. И они что, будут анонсировать на Майнконе что-то на несколько лет вперед? Также есть шанс того, что в 1.19 появится археология, но это отдельная система, долги с 1.17, мы это рассматривать не будем. Сейчас мы рассмотрим несколько самых популярных сеорий, причем я могу сказать то, что практически никакие из этих сеорий, думаю, не сбудутся в этом году. И я расскажу про свои идейки. Во-первых, разумеется, обновление Энда, все его хотят, все его просят, но я, мне кажется, единственный человек во вселенной, который категорически против этого обновления. Во-первых, я считаю то, что Энду на самом деле не нужно большое обновление, да и в принципе его обновлять не стоит. Он выполняет свою функцию, нахождение элит, шелкеров, такое для эндгейма больше, да? И ходим мы в него мало, и даже если будет обновление, похоже на адское обновление, вряд ли что-то кардинально изменится. И плюс, подкрепление моей теории, есть одна ситуация, то что в Майнкрафт Данженсе всегда делают DLC про обновления в официальном Майнкрафте. Например, вот горное обновление, сделали горное DLC, или адское обновление, сделали адское DLC. И скорее всего, после выхода обновления Энда выйдет DLC про Энд. Но не забывайте то, что в августе или там в сентябре выйдет DLC про Энд в Майнкрафт Данженсе, что два DLC про Энд за один год делать. Как-то странно. Однако игроки бросят это обновление, и рано или поздно оно случится, но я, если честно, его не жду. Следующая довольно популярная теория, это новые измерения. Это вообще можно сразу отметать. Во-первых, оптимизация Майнкрафта и так еле-еле выдерживает, а ему еще четвертое измерение. Это сервера вообще не смогут никаким образом работать, да? Во-вторых, самому популярному измерению, Раю, 100% не сбыться. Потому что на самом деле Энд, это и есть Рай, только без деревьев, без всякого другого. То есть они взяли разработки Нотча и сделали из этого Энд. И для каждого нового измерения нужен новый тип генерации. То есть, условно, обычный мир это просто линия, там просто плоский мир. Ад это две линии, и ты внутри них находишься, а Энд это такие летающие острова. Соответственно, для нового измерения нужен новый тип генерации. На данный момент есть у меня только одна идея нового типа генерации. Возможно, в отдельном ролике расскажу. Если коротко, то это мир, который не 5 миллионов, там 10 миллионов блоков на 10 миллионов блоков на 256. А наоборот, там условно 256 на 256 на 10 миллионов, чтобы типа вверх ты поднимался. И таким образом путешествовал. Но это опять же мы втыкаемся в оптимизацию, то что это сделать очень тяжело. И к тому же на это нужно уйма времени. А у них сейчас времени в обрез. Теперь следует поговорить про обновления, которые действительно нужны Майнкрафту. Для этого я планирую записать еще один отдельный ролик, но сейчас продвигаюсь быстренько. Это обновления еды, обновления фермерства, зельеварения, зачарований и переработка старых неудачных домовлений по типу рейдов, фантомов в особенности. Эти обновления нужны, но кто их ждет? Ну, я их жду, да, я их жду. И, наверное, еще полтора человека. И поэтому вряд ли обновление 1.19 будет что-то, что нужно, но мало кто ждет. Какие же обновления довольно вероятны, так это обновления с биомами из старых голосований, там обновления болот, меза, пустыни, саванны. Но, опять же, втыкается в то, что не особо люди это ждут, хотя это вполне вероятное обновление. Если бы приплюсовали туда, например, обновление, в принципе, всех биомов, там обновить и джунгли, там какие-нибудь и реки обновить, и океаны, может быть. Но все равно как-то мало соотносятся с тем, что говорили разработчики. Также есть вероятность обновления генерации верхнего мира над пещерами, то есть у нас обновится генерация пещер и обновится что-то над пещерами. Например, обновление рек, чтобы реки стали шире, красивше, но мне кажется, с генерацией им уже нужно завязывать. Они все прекрасно понимают, что на данный момент им бы нужно наделать генерацию пещеры гор, а потом уже делать генерацию остальную, и вряд ли они успеют. И следующая теория это будет RPG обновления по типу обновлений деревень 2.0, то что там всякие рейды будут, но это как-то криво клеится, и к тому же обычно такие обновления не ждут игроки. Есть, конечно, моя самая любимая теория, что это будет обновление холодильника, но если что я называю обновлением холодильника, и любое обновление, которое мы не ждали, условно обновление пчел или обновление деревень, Кто предполагал, что будет обновление деревень? Никто Но, к счастью, нам уже эту теорию опровергли сами разработчики И осталась одна теория, которая, мне кажется, ближе всего находится к правде И я сейчас ее озвучу и буду постепенно подкреплять аргументами Это Combat Update 2.0 Да, все так просто Я считаю, что это обновление более чем реально по нескольким причинам Во-первых, то, что Джеб, скорее всего, уже закончил сам разработку И он говорил на Майнконе предыдущем, что когда он закончит что-то разрабатывать Основную такую основу основ То он передаст остальному офису разработчиков Хотя там полтора человека сидит, но неважно Передаст делать боевую систему И кто, возможно, не помнит, но в феврале он ушел из манджангов Ну как ушел? Он как бы до сих пор остается и числится там работником Но я уверен, он там ничего не делает В Твиттере не активничает Вообще непонятно, что он делает Поэтому, скорее всего, он там сидит С ночью на вилле, его развлекаются Там шашлыки жарят, да, ну, лето, да И, соответственно, выходит то, что если он не разрабатывает боевое обновление То это значит то, что он уже передал кому-то его разрабатывать Это раз аргумент Второй аргумент То, что это обновление действительно ждут все И люди, которые играют на 1.8 Потому что им хочется играть с чем-то новым Например, с новым адом Но им более важно PvP И люди, которые играют на новых версиях Потому что сейчас боевка в Майнкрафте такая себе Это просто расчет времени и все И хотелось бы действительно увидеть это обновление И вероятность того, что именно про это говорила Агнес Довольно велика И также по времени Да, боевое обновление будет довольно крупным Боевое обновление часть первого, например Разрабатывали практически полтора года С момента первого снапшота И поэтому вы можете сказать, что у них не будет времени разработать его Но я сейчас дам контраргумент А именно то, что разработчики Майнкрафта Да, эти вот полтора человека Делятся на несколько подразделений Да Условно там одна нога пишет Код для генерации Да Профессиональная такая специальность Это генерация Другое там рука одна Или мизинец Пишет звуки И так идет разделение Подразделения И какие подразделения Заняты 1.18 Это в основном изменения Генерации Во-вторых Это мобы Потому что Варден довольно серьезный моб И его нужно дорабатывать и дорабатывать В-третьих Немножечко блоки Совсем малость Потому что все-таки не добавили еще разные блоки Надзиратель Там этих штук 5 будет И еще рок-козы им нужно доработать И то есть чуть-чуть Занято подразделение Для предметов Но оно все равно Чуть-чуть свободно И готово Работать над 1.19 Но вот какое Подразделение Манжанг вообще не используется Но при этом Довольно важно И оно 100% существует Так это отделение С геймплеем Потому что в 1.18 Добавится мало геймплейных нововведений Только чуть-чуть надзиратель Но это все равно тоже моб И в целом Основная генерация пещер Уже сделана И нужно только ее дополировать И добавить пещерные биомы То есть разработчики Которые работают над геймплеем Практически не заняты А боевое обновление 2 Это в основном геймплей Нужно прорабатывать бои Интеллект мобов Сложность игры Это все геймплей И возможно как раз таки Им и поручили Делать это обновление И потом уже Когда доделают 1.18 Или она будет на финальной Старе разработки Подключится основной Офис разработчиков И там при курсе Там нам пару новых Оружий К примеру Там моба нового Да И всякое такое Но как раз таки Это является Мне кажется Основным аргументом Моей теории Потому что Уж слишком все хорошо Складывается И поэтому Мне кажется То что 1.19 действительно Будет боевым Обновлением 2.0 И поэтому Мне считается То что обновление 1.19 будет Не особо большим Но с точки зрения Геймплея Крупным Оно будет ожидаемым Очень хорошо Складывается то что Разработчики Которые сейчас Не заняты Его разрабатывают Как раз таки Джеб ушел еще И поэтому Да Скорее всего Именно это И будет Версия 1.19 Еще и к тому же Археологи В тот момент Должны прикрутить И хотя бы Планируют прикрутить Одному из разработчиков Понравилась идея Того что Как бы Археология Это Добыча Прошлых останков А по сути По сюжету Который конечно Придумали игроки Но вроде бы Разработчики поддержали Игра Майнкрафт Данженс Это прикол К официальному Майнкрафту И была идея Одного из игроков На Майнкрафт Фидбэке Сделать так Чтобы С археологией Добывались какие-то Артефакты Или оружие Из Майнкрафт Данженса И один из ведущих разработчиков Оценил эту идею И все слишком Складывается И крутится вокруг Обновления боевки Конечно вряд ли будет Именно так Как описал В фидбэке Но Может быть мы действительно С археологией Будем получать Какие-то там Древние оружия Это конечно Я уже Перебарчиваю Ухожу От основной идеи ролика Но Все Слишком Хорошо Сходится Задумайтесь об этом А на этом Я заканчиваю Это видео Надеюсь Я Достаточно Описал Мою теорию Которую Я надеюсь Сбудется Если вам понравилось Это видео Поставьте лайк Если вам нравится формат Тоже поставите лайк Или вы согласны Со мной Кстати говоря По подсказке Посмотрите Прошлое видео Этого формата Про Главную ошибку Манджан Которую они совершили За последнее время А я с вами Прощаюсь Еще видео Вот здесь Всякие разные Посмотрите Плейлисты И так же Не забывайте Делать еще Один вывод А именно Подписаться На канал Ирод Пока